Приветствую всех любителей пошаговых стратегий, вы слышите Алексея Халецкого и сегодня мы с вами поговорим о районах Сидмерс Цивилизейшн 6 Райзенфолл. Я делал подобное видео по оригинальной шестой циве, но вышло дополнение Райзенфолл, с тех пор два с половиной важных изменения появились, и я должен изменить свой гайд, по-другому сделать, так что встречайте обновленный гайд по районам. Я должен повторить банальные вещи, потому что я думаю меня смотрят и новички в шестой циве. Строительство районов имеет некоторое ограничение, игрок не может построить или поставить для строительства любое количество районов. Во-первых, вы можете в городе построить только один район одного типа, кроме пригородов. Пригороды вы можете строить сколько угодно. Во-вторых, строительство районов зависит от населения. Каждые три жителя вы можете поставить дополнительный район. На одном жителе в городе можно построить только один район, на четырех – два, на семи – три, на десятеры – четыре, на тринадцати жителях – пять и так далее. Тот тайл, на который вы ставите район, становится непригодным для чего-либо еще. Это, кстати, и чудес тоже касается. И все, что на нем было, уничтожается, и он не приносит никаких ресурсов вообще. То есть, если вы, например, ставите район на холм с шахтой, или тут лес, предположим, будет, то шахта уничтожается, лес уничтожается, тут появляется район, и никакое производство, никакая еда с этого лугового холма вашему городу не идет. При этом, если тут находился лес, тропический лес, то ресурсы за его вырубку городу не будут даваться. Поэтому имеет смысл очень заранее планировать постановку районов, вырубать леса в тех местах, где вы будете ставить район или ресурсы, и получать за это бонусы. Кроме того, район нельзя отменить, нельзя снести. То есть, если вы поставили район строиться, все, попрощайтесь с этой клеткой, на этом месте вы не можете поставить ничего в дальнейшем, и убрать его вы тоже не сможете. Еще раз обращу ваше внимание, что районы можно ставить на всех ресурсах, которые имеют свойство собираться. То есть, если вы рабочим этот ресурс можете собрать, там, рис, пшеницу, камень, то в этом месте район ставится. Поэтому нельзя ставить районы на стратегических ресурсах и на ресурсах роскоши. То есть, на лошадях, на нефрите, на алюминии, на селитре, на угле, вы район поставить не сможете. Единственное исключение, это когда вы поставили район до того, как этот ресурс появился. Например, железо появляется на карте не сразу, а только после открытия обработки бронзы. Поэтому, если вы, например, открыли письменность и сможете ставить кампус, вы ставите на какой-то клетке кампус. В данном случае, вот клетка с железом. И если бы я до открытия железа с детства поставил какой-нибудь район, или чудо, кстати, тоже, то это железо считалось бы добываемым мною. Да, оно бы не давало, там, производство и ресурсы, которые я получаю сейчас от шахты, обрабатываю эту клетку. Но, во многом, это удобнее, чем просто самому обрабатывать этот ресурс. Тем не менее, вы все равно никак не угадаете, где эти ресурсы расположены, пока их не откроете. Так что, просто знайте, что на месте с стратегическими ресурсами и ресурсами роскоши районы поставить будет невозможно. Меня еще в комментариях спрашивают, а почему я не могу там-то и там-то поставить район. Во-первых, потому что вы могли не открыть условия для постановки района. Например, если вы хотите поставить район на лес, то прежде вам надо открыть вырубку леса, то бишь горное дело. Но это всегда рано открывается. Или, например, район там, где камень. Тогда вам надо открыть каменную кладку, чтобы добывать камень. То есть, просто удалить камень с клетки без добычи камня не получится. Ну и, кроме того, у некоторых специальных районов есть свои определенные условия для того, чтобы они стояли. Просто наведите на район и почитайте, что тут написано. В моем случае ни у каких районов нет никаких условий. Хотя вот, аквапарк. Аквапарк может стоять только на побережье. То есть, видите, поэтому он мне недоступен для постройки. Например, у греков их акрополи можно ставить только на холмах. То есть, если у города нет холма, то вы не сможете акрополь построить в принципе. Имейте это тоже в виду. Я хочу понимать, что в шестой цивилизации стоимость районов растет со временем. А точнее, с количеством технологий и цивиков, которые вы открываете. Вот пример. Я навожу на район. Театральная площадь написана базовая стоимость 54 производства. Текущая стоимость 76 производства. Но на самом деле, так как театральная площадь построена, то текущая стоимость – это производство в момент постройки, начала строительства этого района. Вот давайте выберем развлекательный комплекс. На самом деле, на данный момент для меня стоимость строительства районов – 124. Вот они, 124. Военный лагерь, аэродром, развлекательный комплекс. И по-хорошему, все районы будут стоить одинаково. Сейчас вы на своем экране видите формулу, которая определяет стоимость строительства района. Поэтому реальная стоимость района зависит от количества открытых технологий или цивиков, в которой выбрано максимальное значение. То есть, если у вас открыто 40% технологий и 30% цивиков, то в формуле будет учитываться 40% открытых технологий. Пояснение по формуле. Стоимость производства района равна базовой стоимости района. Вот она здесь написана. Кстати, она меняется в зависимости от скорости игры. Я думаю, это понятно. Базовая стоимость района умноженная на 1 плюс 9 умноженная на либо долю открытых технологий, либо на долю открытых цивиков. Доля – это процент в десятичных дробях. Чтобы вам было еще проще, скажу, что примерно каждая открытая технология будет добавлять 4 производства, а каждая открытая социальная политика или социальный институт – 5 производства. Опять же, напомню, в зависимости от того, чего вы больше открываете – социальных институтов или технологий. Именно поэтому, кстати, в начале игры не так уж и классно быстро идти по культуре, потому что именно социальные политики будут увеличивать стоимость ваших районов. Если в начале район, окей, стоит 54 производства, то, открыв всего лишь 4 социальных политика, вы его увеличите, стоимость производства, аж на 20 молотков. Однако, не для всех районов, во-первых, эта формула работает так. Стоимость производства пригородов, акведука, а также их уникальных замен, зависит не от того, как вы по технологическому дереву прошли, а от эпохи, в которой вы находитесь. То есть, с каждой эпохой их стоимость будет возрастать. Вот пригороды сейчас стоят 209 производства, акведуки – 139. А стоимость космопорта вообще фиксирована для всех игроков. Она будет одинакова, в моем случае 900 производства, для сетевой скорости, для базовой скорости – 1800. Так что стоимость строительства космопорта ни от чего не зависит. Она фиксирована. Но иногда бывает, что районы по какой-то причине в производстве стоят дешевле, чем можно было бы ожидать. А это значит, что эти районы в среднем другими игроками построено больше, чем у вас. Например, вы играете в ФФА, у вас там 7 соперников, и они уже в среднем построили 2 коммерческих района, а вы не одного. Тогда следующие 2 коммерческих района будут для вас на 40% дешевле в производстве стоить. Вот небольшой пример, как высчитывается стоимость района. Моенный лагерь – базовая стоимость 54 производства. Но я еще раз скажу, что базовая стоимость – это для стандартной скорости. Значит, так как я играю на сетевой, то у меня будет в самом начале стоимость 27 производства. Сейчас текущее, вот снизу написано, 124. То есть, добавилось, ну давайте для круглого счета 100. Я вам сказал, что примерно добавляется 4 молотка за каждую теху и примерно 5 молотков за каждый цивик. Опять же, это для стандартной скорости, я говорил. Для сетевой будет примерно 2 молотка и 2,5. Значит, так как у нас тут примерно 100, то я думаю, что в районе 51 технологии у нас открыто. Да, так и есть 51 технология. И возможно, я хотя бы где-то… Нет, я думаю, что по технологиям, по культуре я не так хорошо развиваюсь, как хотелось бы. То есть, это явно технологии повлияли на стоимость района. Ну и исходя из всего этого, еще раз повторю, чтобы сэкономить на строительстве района, желательно в каждом городе их ставить сразу же, как вы их открываете. Вам не обязательно их достраивать. Как только вы их поставили строиться, их стоимость фиксируется. Вот в моем случае это видно по кампусу. Даже можно сказать, какой район в этом городе я первым построил. У него было 80, тут 51, 75, 76, 57. Вот в этом городе я сначала построил кампус, потом промышленную зону, потом центр коммерции и театральную площадь практически одновременно, и священное место. Хотя, правильно будет сказать, не построил, а поставил строиться. Отметить, еще стоит отметить, что у всех наций, у которых есть специальные районы, эти районы строятся в два раза быстрее. Например, немецкая Ганза, если для меня промышленная зона стоила под 57 производства, то для немцев промышленная зона будет, значит, 29 производства стоить. Теперь переходим к тем самым двум с половиной новшествам по поводу районов, которые появились в Райзенфол. Первое – это правительственный район. Второе – это новые карточки, которым чуть позже. И половина – это губернаторы, потому что губернаторы не так сильно влияют на районы. Некоторые из них влияют, некоторые нет, некоторые их способности влияют. Я все-таки это считаю как такое половинчатое влияние. Самое важное у всех районов – это бонусы соседства. И поэтому так важна сейчас правительственная площадь, и поэтому расстановка районов в дополнение Райзенфол претерпела существенные изменения. И многие игроки сейчас стараются играть через так называемую ромашку из районов. Сейчас вы на своем экране видите схему, которую для Реддита в свое время сделал человек с ником IotaFox, видимо, на английском языке. Я для вас ее перевел когда-то, и она не потеряла своей актуальности. Единственное, что тут отсутствует только правительственная площадь. Но ее нет смысла сюда никуда впихивать, потому что единственное, что правительственная площадь добавляет в эту схему – это плюс один бонус за соседство любому району, который находится рядом с ней. Да, естественно, ссылка на эту схему в описании к этому видео. Скачивайте, пользуйтесь, запоминайте. Почему бонусы соседства у районов очень важны? Дело в том, что основные районы вроде священного места, кампусы, театральной площади при строительстве гарантированно дают лишь очки великих людей. И все, только очки великих людей. Если вы просто ставите район в любом там месте, бахаете, не раздумывая, то вы получите только очки великих людей и все. Они, конечно, хорошо, но хотелось бы от районов получать те самые ресурсы, ради которых мы их ставим, от кампуса – науку, от коммерческих районов – золото. А если вы не будете использовать бонусы от соседства, то без строительства дополнительных зданий в этом районе вы ничего не получите. Так что ресурсы районы без зданий получают именно через бонусы от соседства. И поэтому местность и правительственный район теперь так сильно влияют на стратегию развития вашей нации в Сидмерс Цивилизейшн 6. Бонусы от соседства у районов бывают трех типов – плюс 2, плюс 1 и плюс 0,5. Когда вы хотите поставить какой-либо район, вот давайте здесь выберем в данном случае священное место, вам игра услужливо подсказывает, какие бонусы соседства будут. Вот если я на этой клетке буду ставить район, я получу плюс 2 соседства за бонусы соседства. То есть сразу поставив, построив район, я буду получать этот бонус. Здесь плюс 1, здесь аж плюс 3. Откуда берутся эти бонусы соседства? Вот это самое важное, и это надо понимать. Тут мы возвращаемся к этой табличке и понимаем, что каждое святое место получает плюс 1 веры от каждой соседней горы, плюс 2 веры от каждой клетки чудо-природы, плюс 0,5 веры от каждого леса. Кампус получает плюс 1 науку от каждой горы, плюс 0,5 от каждого тропического леса. Я не буду подробно вот про каждый этот район говорить, ну, например, коммерческие районы плюс 2 получают, если на реке находятся. Промзона по 0,1 от каменоломен и шахт, но при этом не от лесопилок. Надо это понимать. Самое важное, что эти бонусы существуют. Каждый район сам по себе дает половину бонуса за соседство, 0,5. Каждый центр города стандартный бонус за соседство, плюс 1. И каждый политический район тоже стандартный бонус, плюс 1. Теперь на примере вот этого священного места, которое я тут хочу поставить, давайте разберем, почему я в разных местах имею разные бонусы. Почему тут плюс 3? Потому что 2 горы это плюс 1, плюс 1. И 2 района это 0,5 и 0,5. 1 и 1, 0,5 и 0,5. Итого 3. Здесь 2, потому что гора 1 и 3 района. Причем обратите внимание, что районы от другого города тоже на вас работают. 1, 0,5 и 0,5 и 0,5. 2,5, но округляется к меньшему. Тоже имейте это в виду. Кампус в Утрехте может дать Вите только плюс 1 науку, потому что здесь у нас плюс 1 от центра города и 0,5 от гавани. Округляем, плюс 1. Здесь 2 района рядом. Развлекательный район и театральная площадь 0,5 и 0,5 тоже плюс 1. Пригороды, акведуки и космопорты бонусы за соседство не дают. И соответственно военные лагеря, развлекательные комплексы, аэродромы, аквапарки, перечисленные мной пригороды, акведуки и космопорты тоже никаких бонусов за соседство не получают. Бонусы за соседство действуют только на священное место, кампус, гавань, центр коммерции, театральную площадь и промышленную зону. Почему же эти бонусы за соседство так важны, и я постоянно на них делаю акцент в этом видео? Да потому что в течение всей игры именно эти цифры будут вам больше всего давать ресурсов. Вот обратите внимание, у меня стоит кампус, который сейчас мне дают 10 науки. Это 10 науки не от зданий, которые внутри вот тут построены, а только от этого района. Сами здания еще дополнительно дают науку. Вот давайте откроем вам специально. Вот сам кампус плюс 10, библиотека плюс 8, университет плюс 16, лаборатория плюс 10. Согласитесь, неплохо иметь от района, от самого района, практически четверть науки, которую вырабатывает этот город. Ну не четверть, тут одна восьмая, потому что всякие еще модификаторы действуют. Да, к концу игры это, конечно, не так выглядит солидно, но в начале игры, когда ты ставишь кампус, и он дает вам, вот в случае с Голландией, этот кампус, когда я его поставил, он давал плюс 5 науки, потому что здесь раз гора, два гора, три, это плюс 3, и способность Голландии плюс 2 к бонусу соседства, если район стоит на реке. То есть я поставил этот район и сразу получил плюс 5 науки. Простое сравнение. Обычная библиотека дает только 2 науки, когда вы ее построите в этом районе. Университет плюс 4 науки. Да, вы там потом встретите города-государства, вот тут на карте у меня 2 города-государства, которые дают науку. Вот если я сюда отправлю послов, то еще плюс 2 науки откажут от библиотеки. То есть еще плюс 2, плюс 4, вот библиотека плюс 6. Но это еще когда это будет? Когда вы библиотеку построите? Когда вы отправите послов? Будет плюс 6. А район уже плюс 5 дает в самом начале игры. Практически ничего от вас не требует. Но как будто этого мало. Дальше наступает еще одна важная штука. Это карточки, которые вы используете. Дальше в игре появляются в социальных политиках карточки на бонус от соседства. Вначале вы открываете исторические хроники. Плюс 100% бонус от соседства для кампуса. Естественно, это практически мастхевная карточка для вашего правительства. И хопа, у вас был кампус на плюс 5, и он у вас становится на плюс 10. А вот дальше, а вот дальше важная тема, для которой нужна ромашка из районов та самая. Из-за которой сейчас все так рядышком ставят районы. Она открывается в просвещении. Это карточка на плюс 50% при населении города не ниже 10. И плюс 50% за бонус соседства с районом не ниже 3. Вы должны понимать, что это я вам сейчас показываю на коммерческие районы и на кампуса. На самом деле это есть и для священных районов, вот совместная церковь, и для театральных площадей. Нету только для производственного района, потому что это было бы слишком круто. То есть, чтобы увеличить в два раза выхлоп ваших зданий в районе, вам надо, чтобы этот район имел бонус соседства не ниже, чем плюс 3, и население не ниже 10 жителей. Население 10 жителей к этому моменту вообще у вас должно быть во всех городах практически. Если это не так, то вы что-то... что-то у вас не то происходит, вы как-то не так играете. А вот бонус соседства мы сейчас и разбираем. То есть, как видите, у меня эта карточка стоит, поэтому у меня такие дикие просто выхлопы от зданий в этом районе. Библиотека аж плюс 8 дает. Ну, на самом деле на библиотеку и университет у меня еще великие люди действуют, так что проще по лаборатории смотреть. Потому что в оригинале лаборатория должна давать плюс 5 науки. Вот она, плюс 5 науки. Но благодаря этой карточке, благодаря тому, что тут бонус соседства больше 3, а население города больше 10, то я в 2 раза больше лаборатории получаю науки. И вот здесь мы возвращаемся к той самой ромашке. Дело в том, что не всегда у меня будут такие вот офигенные места, не всегда мне дадут за Голландию играть. Как же тогда бонус соседства получать? То есть, нам нужны те самые пресловутые плюс 3 как минимум. Для этого строится офигительная ромашка для трех городов. Я поступил проще, загрузил просто игру, когда у меня стояло только 3 города на этой карте. Если у вас проблемы с тем самым бонусом соседства, вы должны это понимать уже когда свою столицу поставили и разведали вокруг территорию, то вам нужна та самая ромашка. У меня, к сожалению, идеальной ромашки тут не получилось из-за Неймегина. Потому что, если бы я его мог вот сюда поставить, тогда Эймховен можно было бы сдвинуть сюда и получилась бы идеальная ромашка. Вот здесь правительственный район. Видите, да? То есть, представьте, тут Неймегин, тут Эймховен в этом месте. Тут правительственный район, здесь ряд между правительственным районом и городом кампусы, а между кампусами еще какие-нибудь районы. Вообще, идеально было бы, если бы тут еще реки протекали, и я бы тут поставил коммерческие районы. Тогда все кампусы у вас были бы плюс 3, потому что плюс 1 от центра города, плюс 1 от правительственной площади, это 2, и по 0,5 от соседних городов. Вот это та самая ромашка, вот эта правительственная площадь в центре и вокруг 6 районов. На самом деле, вам ничто не мешает и дальше тут районы еще ставить, которые еще бонус соседства добавляют. Идеальное место вообще для такого дела, это вот 3 города, между которыми плоские луга, это бесполезные, по-моему, территории, а с другой стороны куча холмов. То есть, на лугах вы ставите районы, ту самую ромашку, а снаружи там фигачите шахты и прочее. В данном случае еще, почему у меня ромашка не получилась бы, потому что у меня лошади и слоны, их убрать никак нельзя. Вот эти леса, конечно, вырубаются, спокойно тут все ставится, но лошадей и слонов убрать, увы, некуда. Вот за счет этого вы и получите бонус плюс 3, который так сильно необходим для карточки, которая в 2 раза увеличивает выхлоп ресурсов от зданий в районах. Вы меня можете спросить, а что делать, если все равно, ну никак не получится поставить район с бонусом соседства на плюс 3 и выше? Что тогда, практически 50% науки терять? Да нет, просто тогда надо будет 2 карточки использовать. Одну бонус от соседства для кампуса, но вам нужно как минимум, чтобы плюс 2 было у кампуса. То есть тогда у вас получится плюс 4 бонус соседства, и тогда заработает вот эти плюс 50 бонус соседства плюс 3 и выше. Кстати, обращу ваше внимание, что плюс 3 это не у всех районов так. Например, для коммерческих районов бонус соседства должен быть плюс 4. Но это именно потому, что у коммерческих районов проще этот бонус соседства получить. Реки часто бывают, плюс там бонус соседства от гавани и так далее, и так далее, и так далее. А так у всех остальных районов, то бишь у кампуса, у священного района и у театральной площади, видите, бонусы работают, если бонус соседства с районом не ниже плюс 3. Внимательный зритель, наверное, обратит внимание, что у меня вообще правительственная площадь находится в очень странном месте. Не по центру, а где-то в ромашке, а рядом с гаванью. Почему так произошло? Ну, во-первых, потому что у меня тут не получалось ее нормально поставить. Слишком много ресурсов, которые я не могу вырубить, и тут не так много бонус соседств будет. Тогда мы вспоминаем еще об одной вещи, которая очень неочевидна для начинающих игроков, но которая есть в этой игре. В гавани верфь получает столько производства, сколько бонус соседства у гавани. Вот смотрите, заходим в Эйнховен, открываем гавань и видим, что верфь имеет плюс 15 производства. Наводим на гавань и видим, что бонус гавани за соседство плюс 15. Поэтому сейчас все игроки, которые более-менее умеют играть в целу, прибрежные районы не ставят подальше, а наоборот ближе, прямо на побережье ставят. И делают связку из гавани коммерческого района и центра города. В моем случае я еще и добавил правительственную площадь. Поэтому здесь гавань имеет плюс 1 от центра города, плюс 1 от правительственной площади, плюс 2 от центра коммерции. Бонус соседства для гавани от центра коммерции плюс 2. Это 4 и плюс 1 от рыбного ресурса. Смотрим нашу табличку, видите, гавань плюс 2 от центра коммерции, плюс 1 от морского ресурса. Извините, я забыл, что гавань и коммерческий район не плюс 1 от центра города имеют, а плюс 2. Плюс 2 золота. После чего мы еще смотрим, что есть социальная политика, морская традиция, а дальше демократия. В которых есть карточка на бонус от соседства для гавани плюс 100%. А в демократии бонус от соседства центра коммерции и гавани плюс 100%. Используем эту карточку, вот она у нас работает. И мы имеем от верфи 15 производств. Обратите внимание, что в Эйнховене всего производство 95. То есть практически 1 пятую производство она вам здесь дает верфь. Но это еще уже раскачанный город. Это уже раскачанный город. А в некоторых играх от верфи вам может до 3 производства идти. Поэтому если у вас город становится на побережье, обязательно держите в уме делать вот такой треугольник. Ну здесь у меня еще правительственная площадь. Вот это как раз не обязательно. А вот треугольник из гавани коммерческого района и центра города обязателен. То есть вы ставите город, смотрите где находятся ресурсы. То есть в данном случае, вот тут у меня было 2 ресурса. Значит будет соседство от ресурсов. И можно было бы коммерческий район здесь поставить. Но у меня тут Утракт вообще никакой город. Поэтому в данном случае у меня это не работало. А вот в Роттердаме работало. Вот у меня гавань, вот рыба, вот коммерческий район и вот еще кампус. То есть в данном случае у меня меньше бонус соседства. Просто потому что я не поставил рядом центр города. Я кстати затрудняюсь сказать, почему я вот сюда не поставил город на самом деле. Вот сюда было бы намного лучше ставить город, чем я его сюда почему-то поставил. Вот это ошибка, между прочим. Так было, надо было сюда город ставить, коммерческий район и здесь гавань. И тут было бы примерно такое же производство, как и в Эйнховене. Не забывайте, что верфь, верфь дает столько производства, сколько бонус соседства у гавани. Это почему-то немногие замечают, да и сама игра на это внимание особо не обращает. Еще внимательный зритель может сказать, что здесь как-то не сходятся цифры. Слишком много все равно золота и производства в Эйнховене. А вот тут мы переходим к той самой половине, от двух с половиной новых штук в Райзенфолл к губернаторам. Потому что у меня тут сидит Рейна. Вот у губернатора Рейны есть такая способность. Начальник порта. Бонусы за соседство от центра коммерции гавани в этом городе удваиваются. То есть, грубо говоря, за счет карточки и за счет Рейны я на три умножаю бонусы от соседства здесь. Также у других губернаторов тоже есть всякие такие способности. Например, у Пингалы способность плюс 100% очков от великих людей в ход. Многие могут сказать, какое-то влияние на районы имеет. Ну, понятно, что очки великих людей от районов идут, но он работает и на проекты, которые вы в городах выполняете. То есть, если, например, Пингала сидит в городе с кампусом, и вы хотите побольше очков великого ученого, вы проводите исследовательский проект и получаете в два раза больше очков. Вот когда у вас взято вот это улучшение. Ну и понятно, вот видите, здесь строительство зданий в кампусе на 20% увеличивается, либо строительство театральной площади, тоже влияние на районы. Магнус может давать бонусы при постройке зданий в промышленной зоне, либо вообще вот объединять бонусы производства от всех ближлежащих промышленных зон. Это, например, хорошо видно в Роттердаме. Вот здесь я имею от фабрики электростанций не плюс 4 и плюс... Нет, не плюс 3 и плюс 4, как обычные. Сейчас глянем, сколько тут в Амстердаме. Да, плюс 3 и плюс 4 электростанций. А аж плюс 12 и плюс 16, потому что на Роттердам действуют 4 фабрики и 4 электростанции. Лян делает строительство зданий в центре города быстрее, а Рейна вообще позволяет покупать районы за золото к концу игры. Это, кстати, очень неплохая способность. Вы, например, захватываете у кого-нибудь город, садите Рейну и покупаете тот же аэропорт сразу же за деньги, перекидываете самолеты и продолжаете ваше наступление. Но это не так сильно влияет на самом деле на ход игры, как вот бонусы соседства, о которых я вам рассказал. Это намного более важно. Хотя умение переставлять губернаторов и умение ими правильно распоряжаться в процессе игры тоже на вашу победу повлияет. Я думаю, многие меня спросят, а какие районы надо первыми строить, как правильно их, в каком порядке и так далее, и так далее. Вот это, ребята, зависит только от вашего стиля игры. Я думаю, многие заметили, что я в обязательном порядке строю коммерческие районы. Ну, дело в том, что теперешняя шестая цива требует их наличия, пожалуй, в обязательном порядке. Потому что это деньги и потому что это караваны. Без денег вы не сможете нормально воевать, потому что шестая цива о том, что вы строите самые начальные юниты, а потом их апгрейдите в более современные с течением игры. Без денег у вас это не получится сделать. Если у вас не будет коммерческих районов, у вас не будет денег. А караваны – это общее развитие вашей империи. Это, опять же, те же деньги. Это тоже производство и еда между городами. Это дороги. Чем раньше вы получите караваны, тем лучше. То есть, получается, что коммерческие районы – это слишком много бонусов, которые не будут давать другие районы. Поэтому обычно я в городах стараюсь строить совершенно разные районы и коммерческие районы в первую очередь. Но это общее, это такое общее наставление. Грубо говоря, если вы не знаете, что строить, то строите коммерческий район. Ну, понятно, что для каравана еще рынок нужен, но это уже такое дополнение. Как можно раньше планируйте, где будут стоять ваши районы. Вот прямо расставляете отметками на карте, где что у вас будет стоять. Это для того надо, чтобы спокойнее развиваться, не обращать внимания на таймер, знать, какие деревья где вам вырубать, какие ресурсы убирать под ваши районы. Потому что очень неприятно, когда вам приходится район ставить на ресурс, на дерево, на камень. То, что вы можете использовать для роста ваших городов или для более быстрой постройки, чего бы то ни было. Поэтому ключ к успеху, ключ к нормальному развитию в шестой циве – это раннее планирование развития ваших городов. Еще несколько слов о проектах, которые вы можете провести в ваших районах. Когда вы строите район, у вас появляется вкладка «Проекты». И в каждом районе свой проект. Обычно это, во-первых, конвертация производства в тот ресурс, которому посвящен этот район. Например, если кампус конвертирует 15% производства в науку. То есть, если в этом городе у меня 134 производства, то каждый ход я буду получать от этого исследовательского гранта. Потому что он может длиться не один ход, а дольше. Я буду получать примерно 21 науку. После того, как он закончится, я еще получу 10 очков великого ученого. Но так как тут у меня сидит Пингала, плюс 100%, мы помним его прокачку, гранты, я получу 20 очков великого ученого. То же самое касается всех остальных районов. Ну, в логистике промышленной зоны, естественно, вы не можете производство в производство конвертировать. Тут вы будете золото получать. В развлекательном комплексе или аквапарке вы будете получать лояльность, а не счастье. Ну, на фестивале и на театральной площади, понятно, культуру. Но в плане великих людей, их же трое, вы будете получать по 5 очков художника, писателя и музыканта, проводя тут проекты. И еще пару слов о нациях, которые по этому поводу очень часто банят, потому что они реально очень круто развиваются. Например, Бразилия. За счет того, что ей тропические леса слишком большой бонус за соседство дают нескольким районам. Германия из-за того, что ее Ганза будет получать слишком крутой бонус от соседств с районами. Если у других наций промышленные районы получают бонус соседства за шахты и каменоломни, то у Германии за соседство с центром коммерции и рядом с ресурсом. Вообще с любым ресурсом. Ну и к тому же город может на один район больше построить, чем требует лимит по населению. Корею банят в обязательном порядке, потому что Савон сразу имеет просто плюс 4 науки. Правда, его для этого надо на холме поставить, чтобы он ни с кем не соседствовал. Но тем не менее, сразу плюс 4 науки это очень круто. И он еще работает как бонус соседства. Это считается бонусом соседства. То есть на него все вот эти карточки, которые в два раза увеличивают, работают. Очень хороши Нидерланды, потому что реки дают большой бонус за соседство для кампусов, театральных площадей и промышленных зон. Большой бонус это значит плюс 2. Вы ставите район на реке и сразу просто плюс 2. Это не считая всех остальных бонусов. Это очень круто. Голландия обычно классно развивается. И наконец, одна из моих любимых в этом плане, вы недавно видели собственно в ФФА сериал по этому поводу, Япония. Потому что тут все районы получают стандартный бонус за соседство. То есть все районы вместо плюс 0,5, если рядом район находится, получают плюс 1. И поэтому ромашка за Японию может не плюс 3 давать, а плюс 5 кампусу. И больше даже, без всяких гор. Так что имейте это в виду. Это вот одни из лучших цивилизаций для игры на развитие. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, мой гайд поможет вам лучше играть в шестую циву. Если я что-то упустил, добавляйте в комментариях. Если вам все еще чего-то непонятно, то опять же спрашивайте в комментариях. На этом все. Не забудьте поставить лайк и поделиться. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.